Лайфлупинг 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 Какую луп станцию лучше купить, чтобы я мог полноценно заниматься Лайфлупингом, получать от этого максимум удовольствия и, возможно, даже выступать с этим аппаратом. И среди этих аппаратов есть два самых популярных варианта. Первый вариант это БОС-RC 505. Есть также более поздняя модель это БОС-RC 303, но будет актуально рассмотреть именно этот аппарат, потому что это последняя модель. Поэтому мы с вами берем BossR-C505. И второй вариант это легендарный КП-3 или Корк Каоспад. В чем собственно суть этого видео? Суть в том, что мы будем сравнивать два этих аппарата. Мы выясним какой из этих аппаратов лучше. Но наверное трудно сказать какой из них лучше, потому что каждый из них по-своему очень крут. Получается мы с вами определим какой аппарат конкретно для вас будет лучше подходить. С чего я бы хотел начать? Я бы хотел начать с внешнего вида. И первое, что я бы хотел отметить у Каоспада, это то, что он очень небольших размеров. Вот для сравнения. Размер сенсора Каоспада такой же практически как у мобильного телефона. Вот для сравнения. Вот моя рука. Вот Каоспад. Вот он практически умещается в мою руку. Можно вот в разрезе плоскости посмотреть. Вот он очень легко умещается в сумку, а тем более в рюкзак. Большое внимание следует здесь уделить корпусу. Потому что корпус у него сделан ну очень круто. Почему? Потому что корпус у него металлический. Что это значит? Это значит, что все внутренности вашего аппарата очень надежно защищены. Вы можете смело брать его на улицу. Можете брать его куда угодно и ничего с ним не произойдет. Конечно, не надо его там об асфальт колотить или там, не знаю, настольный теннис им играть. Не знаю для кого как. Но лично от себя могу сказать, что этому Каоспаду уже идет пятый год. Ему почти пять лет. И несмотря на то, что на нем есть коцаки, какие-то царапинки на корпусе, у меня ни разу не было никаких проблем в плане сбоев системы. Хотя, я говорю, я и на улице с ним выступал, и под дождь как-то раз с ним попал. Он у меня промок сильно. Я его тут разобрал, все вычистил, подсушил. И, кстати, все вот эти вот штучки при бомбасе, они легко снимаются, чтобы можно было очистить от пыли. Периодически надо аппарат очистить, чтобы они у вас исправно долго служили. Давайте поговорим о разъемах, которые в нем есть. Что мы имеем снизу? Снизу мы имеем вход для наушников, вход для микрофона, оба разъема для больших джеков. Это регулировка громкости наушников, регулировка громкости или чувствительности микрофона. Это слот для карты памяти, SD-шка. Зачем нужна карта памяти? Вы можете на нее загружать готовые сэмплы. Можете сэмплы, которые здесь сделали, сохранять на эту карту памяти, если есть такая необходимость. По бокам ничего нет, как видите. Что мы имеем сверху? Мы здесь имеем включение-выключение питания, вход для питания 12 вольт, выход MIDI, вход MIDI, USB-выход. Зачем нужен USB-выход? Вы можете, не вытаскивая карту памяти, загружать на него сэмплы, во-первых. Во-вторых, вы можете его как MIDI-устройство использовать, если есть такая необходимость. Переключатель SendDirect. Я за 5 лет пользования так и не понял, зачем он нужен. Он мне не пригодился. И тюльпанчики, выход и вход. Теперь, что касается BossR C505. Хочу сказать, что дизайн аппарата выполнен очень приятно. Очень такой стильный, в стиле модерн выполнен. Но по внешним характеристикам он все-таки проигрывает каоспаду. Почему? Потому что, во-первых, он гораздо больше. Чтобы поместить его в рюкзак, вам надо либо рюкзак большой покупать, либо приложить множество, массу усилий. Это во-первых. Во-вторых, пластиковый корпус. Это значит, что он не такой надежный, как у каоспада. Что это значит? Это значит, что внутренности вашего аппарата не так хорошо защищены от попадания туда чего-либо, от ударов, от падений. Я, честно говоря, боюсь его на улицу выносить, выступать с ним на улице. Потому что очень боюсь уронить. И не уверен, что при ударе, при падении там внутри все уцелеет. И вообще не уверен, что все кнопки на месте останутся. Кстати, все вот эти рычажки, все это, оно легко снимается. Тоже можно чистить. И что хотел бы от себя сказать, лично мое мнение. Мне не очень нравятся здесь фейдеры, потому что они, видите, очень легко болтаются. Они, так скажем, не очень качественно, не очень удобно сделаны. Но это все такие мелочи, к этому можно привыкнуть. Поэтому этому можно не придавать особого значения. Давайте поговорим о разъемах BossR C505. По бокам и снизу, как вы видите, ничего нет, кроме наклеек. Разъемы есть только сверху. Здесь у нас есть вход для питания, кнопочка включения питания. USB-выход. USB-выход здесь очень полезная вещь. Очень многофункциональный выход. Все его функции отстраиваются на самом лупере. Но две самые такие крутые функции, это использование аппарата как MIDI-устройство. И самое важное, самое интересное, это то, что вы можете использовать его как полноценную звуковую карту. То есть, для примера, вот я себе давно-давно еще купил звуковую карту, пользовался ей очень долго. Вот тут очень много выходов, входов. Тоже, видите, она вся в наклейках у меня. И как только я купил себе BossR C505, я перестал практически пользоваться, потому что BossR C505 через USB даже звук покачественнее выдает, чем звуковая карта. Единственный минус, наверное, в том, что вы сюда так много аппаратов не воткнете на вход. Ну, получается, сколько? Ну, два микрофона вы можете сюда воткнуть, а тут четыре, даже больше. Вот, поэтому USB-выход здесь очень полезен. Так, ну, это MIDI-выход, MIDI-вход. Это вход для педальки. Для луп-станции, для разных аппаратов продаются специальные педальки. Такие аксессуары есть. Вы можете на нее назначать функции. Можете использовать педальку для переключения эффектов, для того, чтобы начать запись дорожки. Ну, это, я думаю, больше для гитаристов, для музыкантов, но тоже полезная функция, особенно если вы работаете на сцене. Здесь у нас вход для наушников. Здесь у нас выход правый, левый, стерео, моно, аукс. Думаю, не надо объяснять, что такое аукс. Вот, вход стерео, моно, так же, как и выход. Вот, здесь у нас вход для микрофона. Тоже очень качественный звук выдает, отличный. А вот это вот security-вход. Если не знаете, что такое, посмотрите в интернете, потому что долго объяснять. Итак, друзья, я поменял ракурс, переключился на микрофон, потому что сейчас мы с вами будем говорить о внутренних характеристиках. Внешние мы с вами обговорили, теперь о внутренних. И начнем мы, пожалуй, с качества звука. Что можно сказать про Caus Pad? Вот, Caus Pad 3 вышел достаточно давно. Более 10 лет назад вышел этот продукт. И можно сделать вывод, что он уже не очень актуален во всех смыслах, наверное, этого слова. Но, тем не менее, многие музыканты им до сих пор пользуются. Почему, я скажу чуть-чуть попозже. Вот, что касается качества звука. Оно здесь не очень хорошее. Оно гораздо хуже, чем на BossR C505, и вы это услышите. Вот. Вы, наверное, слышите, что у меня голос такой зажатый, у меня, ну, не хватает верхних, средних частот, что-то не так со звуком, чувствительности мало. Если бы я взял больше чувствительности сейчас, то, ну, у меня бы микрофон фонил жестко. Поэтому качество звука не очень. Вот, послушайте, как звучит битбокс. Ну, вот. Слышите, что каких-то частот не хватает, да? И с этим ничего не поделаешь, если нет, допустим, микшера, да? Но это вам многого не даст, потому что всё-таки искусственно накручивать частоты, это, ну, всё равно качество звука очень от этого искажается. Вот. Поэтому какой можно сделать вывод? Вы можете спокойно выступать с ним на сцене и не переживать, потому что в колонке всё звучит просто великолепно, всё хорошо. Аппарат действительно создан для того, чтобы работать с ним на сцене. Но для студийной записи его использовать в наше время вообще не актуально, потому что качество звука не очень хорошее. В наушниках все костяки слышны, а в колонках, как правило, этого нет. Что можно сказать про BossRC 505? Качество звука у него отличное, великолепное. Что в наушниках, что в колонках звучит гораздо лучше и качественнее, чем Chaos Pad. Если вы смотрите это видео в наушниках, то вы можете услышать разницу между Chaos Pad и BossRC 505. Вот. Давайте прочекаем битбокс. Сначала я сделаю без компрессии, а потом с компрессии сделаю один и тот же бит. Вот без компрессии. И вот с компрессией. Думаю, разница слышна. Компрессия здесь очень помогает. Это очень круто, что здесь есть компрессия, потому что в колонках она звук делает гораздо более жирным, более насыщенным. Как я уже сказал, его можно использовать на студии как полноценную звуковую карту. И тут вы не разочаруетесь в качестве звука. Я, когда его приобрел, был очень обрадован качеством звука. Мне очень все нравится, как звучит. И если отстроить чувствительность, то в принципе фона особого нет. Ну, конечно, чуть-чуть он будет на любом аппарате. Ну, вот слышно только, наверное, как там за окном машины ездят. Вот. А вот сейчас я на максимальной чувствительности, и фона практически нет. На Каоспаде это звучало бы с очень большим фоном, и, конечно, в наушниках это было бы не очень приятно. Поэтому тут даже думать не о чем. Все и так понятно. Друзья, теперь давайте поговорим с вами об эффектах. Каоспад. Каоспад изначально был запатентован как процессор эффектов. То есть, в первую очередь, Каоспад это не луп станция, это не лупер, это эффектор. Если мне не изменяет память, на нем порядка 150, а может даже и больше эффектов. Их здесь просто умотаться. Мне их всегда сполна хватало. Их здесь настолько много, что я до сих пор не могу сказать, какой эффект что делает. Не могу, ну, до сих пор не выучил все эффекты. Вот. И помимо этого, здесь ими очень удобно управлять, потому что здесь великолепная сенсорная панель. Что удобно, что ось Х и ось У. Ну, если проще говоря, когда вводим вверх, у нас одна характеристикова эффекта регулируется. Когда вводим влево-вправо, другая характеристика. Ну вот, смотрите, например. Ну вот, можно еще вот такое взять для наглядности. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- вот поэтому как эффектор это просто великолепная вещь их тут очень много и если рассматривать в плане эффектов каус спад или boss rc 505 то я бы наверное все таки отдал предпочтение каус спаду потому что все таки по эффектам он будет помощнее поинтереснее итак друзья что касается эффектов на boss rc 505 ну во первых вы видите что тут нет сенсорной панели это значит что эффекты приходится использовать регулируя их рычажками кнопочками крутилками всякими вот и здесь гораздо меньше эффектов их тут по моему 21 или примерно где-то так я точно не помню но в чем огромный плюс каждый из этих эффектов он очень качественный качественный в каком плане каждый из этих эффектов можно отстраивать у каждого эффекта есть множество разных характеристик которые вы можете отстроить конкретно под себя ну вот сейчас покажу на примере а ну на 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 да ну Ля-ля. Вот, и хотел бы ещё вот этот эффект показать. Сейчас я забыл, где он находится. Давай, где ты? Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? А, вот он. Инки любит этот эффект. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Вот, ну, по-моему, внятно очень показал, объяснил. Так вот, друзья, почему я все-таки отдал предпочтение Каоспаду. Потому что эффектами на Каоспаде управлять гораздо удобнее, потому что там есть сенсорная панель, а тут все это приходится делать на кнопочках. Но все-таки огромное отличие в том, что на Каоспаде, несмотря на сенсорную панель, мы очень ограничены в функционалах эффектов. То есть у нас есть просто сенсорная панель, и вы этим очень сильно ограничены. А здесь, поскольку у каждого эффекта множество разных характеристик, то вы можете проводить разные манипуляции, махинации с этими эффектами. То есть по функционалу все-таки выигрывает BossRC505, что касается эффектов, да? Но все-таки чисто из-за удобства управления я бы предпочел Каоспад. Теперь мы с вами поговорим о самом главном, о лайф-лупинге. Вот у нас есть Каоспад, его можно использовать как луп-станцию. Для этого здесь есть специально четыре кнопочки. Каждую из них можно использовать как цикличный сэмпл. Но это я мудренными словами говорю. В общем, на каждую из этих кнопочек можно записать какое-то количество звуков. Вот, то есть каждая кнопочка для того, чтобы на нее записать звук. Вот, их тут всего четыре. Что мне нравится в нем, как в лупере, как в сэмплере? На нем очень удобно записывать звуки, очень быстро и удобно. Что это значит? Ну, вам достаточно всего лишь предварительно выбрать количество тактов и нажать кнопочку. Он сам автоматически запишет это количество тактов. И вам не надо второй раз кнопку нажимать, чтобы запись остановить, да? Ну, вот, например, один такт я сейчас запишу. Два такта. Восемь тактов. Вот, то есть в этом плане мне очень нравится аппарат. Потому что вы можете в любой момент начать записывать. Не надо там сидеть, ждать, когда начнется новый квадрат. Вот, то есть в этом плане он очень быстрый. Быстрый именно слово. Слово быстрый ему подойдет. Вот. А теперь поговорим о минусах. Первый минус, самый жуткий, самый такой нехороший. Это маленькое количество тактов. Всего 16 тактов, друзья. Это очень мало. Особенно, если вы хотите делать качественные композиции с разнообразными мелодиями. 16 тактов это две восьмерки. Я думаю, не надо объяснять, что такое такты, что такое восьмерки. Ну, и так, по-моему, все понятно. Когда я занимался лайфлупингом, со временем мне это, так скажем, обернулось большой проблемой с каосом. Поэтому, ну, 16 тактов это маловато. Если вы хотите схитрить и взять поменьше ударов в минуту, чтобы у вас такты шли медленнее, может, так можно будет растянуть, и времени у нас будет побольше. А не так все просто. Там, чем медленнее у вас идут такты, тем меньше тактов вы можете записать. То есть тут, видимо, проблема в памяти. Проблема в том, сколько памяти в нем. И, видимо, оперативка ему этого просто не позволяет записывать дольше. Вот. И второй минус. Тоже такой не очень приятный. Вы, смотрите, вы можете записывать на одну кнопочку, так скажем, на одну дорожку, вы можете записывать несколько звуков. Да. Но в этом есть дикий просто нюанс. Смотрите, в чем фишка. Чтобы записать на одну дорожку, вам нужно сделать вот так. Ну, вот, допустим, у меня играет, да? То есть мне надо перезаписывать, да? Мне надо ждать какое-то время, чтобы это произошло. И вот у нас, конечно, получилось. Вот, ну, это очень не круто. Нет, можно, конечно, сходу вот так вот делать, допустим. Спасибо. 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 Это, видите, вам получается, нельзя трогать дорожку, на которой у вас предшествующий цикл был записан, да? То есть, грубо говоря, если у вас играет три дорожки и всего одна свободна, вы на эту свободную не можете несколько звуков подряд записать. То есть в этом неудобство. Вот. Поэтому тут его функционал очень ограничен. Итак, друзья, Босс РЦ-505. Но тут название говорит само за себя, потому что написано Босс РЦ-505 Луп Стейшн. Если Каоспад у нас в первую очередь это эффектор, то Босс РЦ-505 это в первую очередь полноценная луп станция с огромным количеством наворотов. И мне кажется, на данный момент, ну, просто не придумали луп станцию лучше еще. Вот. Именно что касается сэмплинга, зацикливания звуков. Я говорил, что в Каоспаде есть огромный минус. Он состоит в том, что можно записывать всего 16 тактов. Это загоняет нас в рамки, очень неприятные рамки. Тут количество тактов, мне кажется, ну, практически не ограниченное. Могу для примера сказать, я нажал запись, минуту где-то базарил просто. А потом через минуту нажал, и он просто всю эту минуту записывал, а потом начал ее по кругу пускать. То есть можно очень длинные партии битовать, петь, и он это обязательно зациклит. Вот. О чем я еще говорил? В Каоспаде нельзя записывать на одну и ту же дорожку много звуков подряд. То есть там есть такая возможность, но на это приходится тратить время. Тут это можно делать сходу. Причем, в чем тут фишка? Вам достаточно нажать кнопку пару раз, и он начнет по кругу просто записывать, записывать. И вы видели, может быть, что MB-14, например, он часто очень делает многоголосье, аккорды делает с помощью голоса. Он один раз нажимает кнопку, потом просто несколько раз подряд поет определенные ноты, складывается аккорд, и только потом он нажимает кнопку снова, чтобы закончить запись. Вот. Сейчас я попробую вам продемонстрировать чуть-чуть. вот, но вы увидели, что я нажал кнопочку один раз, И он у меня по кругу начал пускать. Это все отстраивается. Можно так же, как и на Каус Паде, в принципе, делать. Тут огромное количество настроек, отстроек. Вот, мы видим, что тут на каждой дорожке есть регулятор, регулировка громкости, фейдеры. Можно разные настройки делать на каждую дорожку конкретно. Вот, что я еще очень хочу отметить. На Каус Паде, когда мы накладываем эффект, то эффекты накладываются сразу же на все дорожки. То есть, допустим, я выбрал там флэнджер какой-нибудь или эхо, и оно у нас накладывается сразу на весь трек. И возникают поэтому сложности при записи сразу же с эффектом. Там можно записывать дорожки сразу же с эффектом одновременно, но эффект ложится сразу же на все дорожки. Вот, здесь можно эффект записывать на отдельные дорожки. То есть, можно выбрать конкретную там один, там три, четыре, и эффект будет распространяться только на первую, третью и четвертую дорожку. Ну вот, давайте для примера покажу. Тс-тс-тс-тс-тс-тс-тс-тс-тс. Вот я сейчас записал, компрессию убрал. Вот я сейчас записал, да, и я, допустим, хочу, чтобы у меня эффект был только... Так, у меня тут бит, по-моему. Нет, бит у меня... Да, бит у меня вот здесь. То есть, я хочу только на бит, допустим, наложить эффект. Давайте возьмем какой-нибудь эффект, ну, вот тот же флэнджер, да, и смотрите. Вот я сейчас включу, и у меня эффект будет только вот здесь. Захотел, еще включил эффект на скретч, элементарно. В общем, делать можно практически что угодно на этой луп-станции. Единственный минус в лупинге на этой луп-станции, который мне не очень нравится, это то, что нельзя на дорожку наложить эффект и с этим же эффектом дорожку записать, да. Тут можно наложить эффект сверху, когда дорожки играют, можно, но нельзя записать с этим же эффектом ее еще раз, чтобы, допустим, вот у вас играет трек, вы наложили на одну из дорожек эффект, потом эту дорожку перезаписали с этим эффектом, эффект убрали, у вас эффект остался. Так нельзя делать, так можно делать только на трех эффектах, самых последних. Там, по-моему, бит-репит, там виниловые пластинки, вот, а на всех остальных нельзя. Но на самом деле это мелочи и, в принципе, можно к ним привыкнуть. Во всем остальном вообще претензий к луп-станции нет, потому что, несмотря на весь функционал, несмотря на то, что тут очень много мудреных вещей, в принципе, его реально освоить. И вы прекрасно видели, что многие битбоксеры делают на нем просто шедевры, вот. Поэтому, без всяких сомнений, Boss RC505 в плане лупинга будет гораздо лучше, чем Chaos Pad. Итак, друзья, давайте будем подводить итоги. Вот мы провели сравнение, такой анализ, небольшой тест-драйв. Какой вывод можно сделать? Несмотря на то, что в Chaos Pad гораздо больше эффектов, несмотря на то, что он имеет обалденную сенсорную панель и эффектами управлять гораздо удобнее, все-таки для лайф-лупинга целесообразнее будет купить Boss RC505. Но тут не стоит торопиться. Хочу сказать от себя. Если вы начинающий битбоксер или вокалист, рекомендую для начала купить все-таки КП-3. Потому что, во-первых, он стоит в два раза дешевле, чем Boss RC505. Во-вторых, его функционала вполне достаточно, чтобы освоить базу лайф-лупинга и понять, вообще ваше это или нет. Потому что были у меня случаи у знакомых, когда они покупали сразу же себе дорогую луп-станцию, а потом ее продавали спустя три месяца, потому что понимали, что это не их занятие, что все-таки это им не совсем по душе. Вот, даже если вы очень уверены в том, что вы хотите заниматься лупингом серьезно, не торопитесь покупать себе какие-то новинки, не торопитесь покупать себе хорошую луп-станцию, попробуйте с простенького. Плюс ко всему, Каоспад все-таки это очень качественный аппарат, и в чем-то он, как я сказал, даже лучше, чем Boss RC505. Это, во-первых. Во-вторых, вы точно так же можете с ним выступать. Как я сказал, очень многие музыканты до сих пор его используют, и несмотря на то, что качество звука у него не очень, при прослушивании в наушниках все-таки на сцене он звучит достаточно круто. Если вы коммерческий битбоксер, то, наверное, будет все-таки удобнее и целесообразнее купить именно Каоспад, а не Boss RC505, потому что Каоспад, он гораздо проще в своем функционале, и там гораздо сложнее запутаться, потому что все-таки Boss RC505 это сложный аппарат, надо быть сконцентрированным все время, там очень легко запутаться. А Корк Каоспад третий, он гораздо проще функционали, и если вам нужно на свадьбах, корпоративах просто выдавать какие-то такие клубные темки, легенькие каверы, то, в принципе, вам будет достаточно Каоспада, но если вы хотите прямо серьезно заниматься лайфлупингом, стелить прямо качественные треки, то смело покупайте себе Boss RC505, и вы ни разу не пожалеете. Я вот ни разу не пожалел, я его купил, я счастлив. Вот. Но счастье, конечно, не в этом, друзья. Все, пожалуй, на этом все. Если я вдруг ответил не на все ваши вопросы в этом видео, хотя это маловероятно, то вы обязательно их задавайте в комментариях, пишите вообще мнение по поводу видео, потому что я очень долго планировал его снять, и очень надеюсь, что оно было полезным не только для битбоксеров, но и для вокалистов, если вдруг кто-то из вокалистов посмотрел это видео. Вот. Ставьте лайки, дизлайки. Дизлайки тоже хорошо, значит, вам не все равно, значит, вы уделяете нам внимание, значит, вы это видео посмотрели, раз вы поставили дизлайк, потому что, как правило, дизлайк не ставят, когда видео не посмотрели. Вот. Все, друзья. Всем пока-пока. Всем счастливо, всем удачи. Всех люблю, всех целую. До новых встреч.